Всем привет! Меня зовут Егор, вы на канале Квездиде и сегодня в ролике у нас Я Тора на Манке Кинге. Также в этой игре у нас играет Лара Налине 119 ранга и давайте же посмотрим за интереснейшей игрой в исполнении команды Team Spirit. И сразу же идет нападение у нас по Винге, Винге очень больно и она отправляется в таверну и это First Blood для ДК. Не самое лучшее начало игры конечно, но ладно. Итак, возвращаемся к Я Тору. На первом левеле он закачал себе палку, далее по закупу купил себе танго, цирклетка, стики, топорик, а также веточку. И 12 побед подряд имеет данный игрок, что невероятно много. Я Тора находится просто в невероятной форме и врагам можно только посочувствовать. Я так понимаю, суппортить у нас будет Винга на этой линии, отличный суппорт в связке вместе с Манке Кингом. И против них у нас будет играть ДБ и также Белка. Также очень хорошие герои, имеют и замедление, и станы, имеют все. И поэтому игра будет уже на класс строиться. Но Я Тор находится в невероятной форме, так что врагам можно только позавидовать. Далее. Так, шло нападение по Винге, но Винга выживает и на этом все. Что хотел сказать. Далее по закупу. Хочет купить себя в Рейсбенд, выйти в ВПТ и далее в Молнии. Так, выходит на линию, понимает, что нужно добивать Рейнджа через палку. Давайте посмотрим. Не хватает урона немножко и не добивает. Отличный станк от Рейнги. Хорошо пока. Но была дикая агрессия пока. Так, понимаешь, что нужно добивать своего Рейнджа. Остается на линии и добивает. Хорошо. Хорошо. Хорошо здесь отыграл. Далее через палку добивает еще Рейнджа. Вообще супер. Пытается по таворам у нас добить и заденать Рейнджа, но не хватает урона пока на него. Скипает пока в Рейсбенд и принесет себе первую часть ПТ-шки. Мигает, что нужно добить Рейнджа и отличная связка от Белки. Добивает она также Рейнджа. Какая же дикая борьба идет за Рейнджей. Понимает, насколько они важны в этой мете. Ай, опять не хватает урона у нас по Рейнджу и выживает Рейндж. Ой-ой-ой-ой. Ну, 9 на 1 играет пока я Тора по КСу и 7 на 0 играет пока ДБ. Угу. Но могло быть куда получше. Ошибается немножко. Не рассчитывает урон, так сказать. Доносит себе часть ПТ. Хорошо. Белочка куда-то убежала. Можно будет выгнать у нас ДБ с этой линии. Отзонить его намного дальше и не дать фармить. Также подденайить всех и все. И решить его и Икспы, и золото. Возвращается на линию Белка. Левел 1 она пока имеет. Хорошо. Палка добила Рейнджа. На всякий случай Рейнджа. Рейнджа. Пытается распушить линию для того, чтобы забрать Лотус. Начинается атака по Белке. Белке очень больно. Хорошо пробивает ее. Прибегает у нас ДПшка. Начинается война с ней. Начинает ее также пить. Стакает себе. Отличная палка. И это минус Белка. Хорошо. И также забирает себе еще Лотус. Отличная игра. Вот команды Рядер. Молодцы. Лотус мне казалось, можно было отдать Я Тору. Нет у него ни хила, ничего. Поэтому очень опасно. Пошло сразу же нападение по Винге. Винге также очень больно. Нужно донести какие-нибудь себе ресурсы. Для того, чтобы остановить их. Опять не добивает у нас Я Тора. Какой-то непонятной формы. Вроде и выигрывает. Но линию слабоватенько конечно стоит. Разворачивается у нас по Белке. Отличный стан. Нужно добивать. Стакнул себя хорошо. Палка и по Таврам добивает Белку. Отличная игра. Вот Кэри команды Team Spirit. Молодец. 2-0 идет. Все очень хорошо. Пытается также донять у нас по Таврам. Но особо пока не получается. Пытается себе настакать. Но тяжело, тяжело, тяжело стоять ему. Винга также у нас отошла. Белки нет, никого нету. Стоят пока в соно. Есть уже ПТ. ПТ это очень хорошо. На четвертой минуте у Я Тора пока все очень хорошо. Хочется на себя застакать. Но не получается настакать ничего. Есть Винга. Нет Белки. Можно будет убить. Попробовать зайти как-то. Вот уже и Белка, поэтому немножко будет опасно. Далее хочет докупить себя Corrosion. Отличный айтем для данного героя. Потому что он апает ему и скорость атаки, и броню. Что невероятно важно для данного героя. Четвертый левел имеет пока. Думает, что закачать. Либо палку, либо садиться на дерево. Думает пока, что будет нужно. Отводит у нас большой ПК-кем. И никто не мешает. Белка это не читает. Пошло нападение по МК. МК очень больно. Отлично связывают. Пошло ответ на нападение по ДП. Отлично скипает. Можно качать палку в два. И убивать ДП. Качает палку. И тычка. И это очередной килл в копилку Я Тору. Хорошо. Давайте посмотрим на Творца. И видим, что Я Торо занимает лидирующее место по Творцам. Молодец. Ларла пока не самая лучшая игра. Четвертое место он пока идет. Но посмотрим, что будет у нас далее. Запурили его Танго. Съедает его. И отхиливается. Распушил линию, как смог. И дальше хочет забрать Лотус. Даунбрекер понимает, что не заберет его, скорее всего. И просто-напросто отдает. Так вот, Ларл выходил куда-то под руну под шестую минуту. И, скорее всего, он умирает. И это очередной килл в копилку ДК. ДК имеет очень много. Кстати, шестой левел уже. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Конечно. Вот так вот как-то. Вот тебе раз. Вот тебе два. Так, настакал себе. Пытается как-то добить ДБ. Но тут Венга отвела большой. Конечно же, хочет она его зафармить. Также залутать лишнюю Икспу. Почему бы и нет, кстати. Ятора нужно забирать эту пачку и ввести на большой. Кстати, это было бы суперидеально. Да, он это все понимает. Отличную базу делает данный игрок. И просто фармит и большой, и маленький. А Венга пока фармит мелкий. Вообще, все шикарно. Хорошая игра. Через палку забирает всех. И это просто идеально. Также тележка умирает. Просто супер. А ДБ без фарма, без ХП остается. Что может быть лучше? Так, седьмая минута игры. Пятый левел у нас имеет Ятора. Закачал он рыжок. Прыгает он на ДБ. Отличная связка от Белки. Хорошо. Подзвук героям. Пошел у нас стан. Бьют разных героев. Нужен себе на стак. А тут у нас Мипа. Вау. Приходит Мипа на седьмой минуте. Что вы? Что вы? ДБ убирает. Умирает. Нужно бить кого-то дальше. Так, здесь у нас еще и Рубик. Господи, это мой. И ТП. Что ДК? Четыре игрока команды. Да, нужно убегать. Убегает у нас Ятора. Понимает. Хорошо все делает Ятора. Молодец. И размен один в один. И выживает главное что. Ятора. Супер игра. ДК нажимает ульту. И начинает атаковать Т1 снизу. Нужно как-то дефать. Есть ли какие-то ТПшки? ТПшки есть у всех. Нужно звать команду. Команда. Нужно дефать Т1 снизу. Очень нужно. Вы что? Но всем как будто все равно. Восьмая минута. Хотят забрать активку. Активку забирают у нас Лару. Это дабл дэмэдж. Но как-то не хочет идти у нас в мид. Тут у нас есть Винга. Притпшивается все. Лару все-таки в мид. Хорошо. Точнее, вот отличный стан. Лагуна должна залетать. Лагуна залетает. И это минус ДК. Очень много золота зарабатывает. Также нужно убивать дальше ДБ. ДБ, 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 ДБ. Убить ДП. Также убивать. За Белкой. Белку также хочется оставлять. Пошла атака по нее. Отличное замедление. Ей скоро палка будет. Через 2 секунды. Хорошо. Отличный стан от Ларла. И это очередной килл. Делает дабл килл. В этом замесе у нас Ларл. И вырывается на второе место. Пошла атака на Т1 у нас. И хорошо. Пока отбегает носки. Я Тора. 204 он ведет. Выбегает он пока к Лотусу. Хочет его забрать себе. И восстановить себе ресурсы. 7 левел имеет. Отводит он с большой ребятки. Тут у нас дабл стак. Хотелось бы его также зафармить через палку. Будет вообще замечательно. Да молнии еще конечно долго. Пока счет суммарный 7-5 и 2000 идет команда Рядин. ДК нажимает ульту. Выходит он по Т1. В центр тут у нас белка. На белку можно нападать. Хорошо. Отличная связка от белки. Отличный стан от Ларова. Но стакают станы вместе с Леоном. Хорошо. Свапают у нас ДК. И ДК нужно оставлять. ДК уже точно никуда не уходит. И ДК в минус. Я Тора забирает себе этот килл. Хорошо. Десятая минута. 5100. Нетворс он имеет на 10 минуте. Эталонный Нетворс. Очень круто. Также здесь Рубик. Рубика также нужно оставлять. Пошла атака по белке. Рубик у нас умирает. Отличный стан по белке. Но белка уже никуда заходит. Она за Т2 и за Т2 не хотят давить. Потому что будет вжат Глиф. И они просто-напросто умрут. Нужно выдвигаться на бот. ДФТ-1 снизу. И также выгонять ДБ оттуда. Потому что что она фармит и мелкий. И еще плюс пачку обязательно. Нужно какой-то ТП. В каком-нибудь портика. Либо от Ларла. И попробовать его убивать. Мне кажется он зовет Ларла. Но тут падает Тавр. Это совсем плохо. Пошла атака. Прыгает. Палка. Хорошо. Но Ларла не успевает. И нажимает на ульту. Просто ДП. Ай-яй-яй-яй. Не получается. Еще плюс минус Тавр. Совсем плохо. Также ДК еще хочет забрать еще центр. Вместе с тележкой. Отбегать. Почему-то не хочет даже забирать. Но Белка заберет скорее всего. Минус 2 Тавра. Ой-ой-ой-ой. И теперь 1000 ведет уже команда Рейдинг. Лотус у нас есть. Должен же быть. Нет. Лотуса у нас нету. Это плохо. Немножко остается до молнии. И с молниями фарм пойдет куда попроще. Отводит он пачку. Не хочет терять ресурсов. Хочет забрать мелкий К. Также можно отвезти и Большой. В принципе. Но там один Кентавр. Большого смысла нету. Опа. Тут у нас Таки. Нужно звать Ларла. Чтобы он обязательно помог. И забрал их. Здесь у нас Рубик. Здесь у нас ДБ. ДБ. Можно оставлять. Отличный стан от Леона. Винга подолевает. Отличный стан от МК. И минус у нас. Даунбрекер. Далее у нас нужно убивать. Рубика. Рубик так же. Скорее всего отправляется в Тавер. У нас снимают с дерева на СМК. Кто бы мог вообще это подумать. Хорошо. Есть молнии. И теперь фарм пойдет точно в гору. Девятый лебел у нас имеет ЯТОР. Все у него хорошо. Есть Караужин. Есть ПТ. Далее будет уже молнии летят к нему. Также цирклетка. Можно дапать стики. Можно дапать в Рейсбэнт. В принципе. Или вообще чихать на это все. И просто-напросто купить тебе диффуза. Так. У нас тут снизу ДБ. ДБшку можно атаковать. Звать кого-то суппорта. Любого из двоих. У любого есть стан. И за эти станы просто-напросто убивать его. Хорошо. Здесь есть финга. Пошла атака у нас по ДБ. ДБ очень больно. Есть стан. Настакал себе все. И минус ДБ. Очередной кинк. Копилку ЯТОРа. 4. 0.5. Играет данный игрок. Очень хорошо. Далее, кстати, хочет купить себе диффуза. И далее купить БКБ. Так, у нас тут есть уже Мипа, умирает венга. Далее в таверну отправляется также Леон. И это минус 2 для команды Дар. Нажимаются они сразу же СМОК. ЯТОРа нужно отбегать отсюда, потому что лишний раз умирать на коре совсем не хочется. А у тебя еще плюс 4.05. Так, тут у нас есть кунка. Хорошо. Видит двоих героев. Видит белки. Отличный торрент по двоим героям. Отличная арена. Отличный стан. Даже еще один стан. И минус 2. Хорошая игра. И очередной кинк в копилку ЯТОРа. Хорошо. 5.06 уже идет. Супер реализация арены. Молодец. На 10 левеле пока не берет ни один талант. Играет максимально в скилл поники. Пошла атака по ДБ. ПТБ также больно. Хорошо. Отличные станы. Нужно себе настакать. Но не получается. Тут есть кунка. Хорошо. Отличный свап. Но уже никуда. И это очередной килл в копилку ЯТОРа. Хорошо. 6.06. Играет данный игрок. Просто супер. Молодец. Диффуза уже у него почти есть. Остается только 400 золота. А каких 400? 10 золота. Остается. И на этом все. Плюс еще мана заливается. Вообще супер. Идет выход сразу же на Т1. У нас в топе. 2000 на 15 минуте ведет команда Радиан. Добился Диффуза. Далее хочет ставить БКБ. Потому что понимает, что без БКБ в этой игре он играть не сможет. Добивает он Т1 сверху. И можно через Телепорт тянуться на низ. Попробовать выйти вместе с Ларлом на Мипа. И убить этого Мипа. Было бы совсем замечательно. Но хотелось бы уже иметь Диффуза тогда. Кстати, Ларл у нас вырывается на первое место. Вау просто. Давайте посмотрим, что у Ларла. У Ларла есть молнии и ревла. Отличный стан. Отличный стан туда же. Отличная арена. И минус просто на пастаниту. Но тут еще вся команда Дарь. Пошла атака. Заходят они все в арену. Варенье очень больно. Очень больно. Также Белочки. Белочку может пробовать убивать. Но нету палки. Нету ничего. Нет команды никакой. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Конечно же. Если были бы Диффузабы. По минус Белка была бы скорее всего. Пытается как-то связать. Но ЯТОР просто в невероятной форме. Просто дочь. Что отлично. Вагуна залетает. Пая Тора. Но он выживает. Что? Вау. Хорошая игра. Просто как же ему везет. Ливает у нас ДК. Понимает, что ну его нафиг эту игру. Мы ускоряем эту игру. Хорошо. И продолжаем дальше ДОТ. А 6000 ведет команда Рэддиант уже на 16-й минуте. Первое место у нас занимает Ларл. А дальше идет ЯТОР. Так. У Ларл. Давайте посмотрим, что у него. У него есть только Глипнер. Банка. И Нурик. Но этого мало. Далее хочет себе купить Диффуза. Хорошо. И так. Можно купить Огракс в принципе. Но нет. Брэйсбэн тапает. На 16-й минуте. Необычно, конечно. ЯТОРа любит эти дела, конечно. Находят они ДБ. Вместе с Кункой выдвигаются. Пошла атака. Прыгает на ветку, скорее всего. ЯТОРа. Да. И пошла атака. Есть крест. Есть торн. Возвращает. Пошла атака. Есть еще так же. Шива настакал себе и через палку добивает 8-0-7. Совсем скоро уже будет богоподобен у нас ЯТОРа. И все пока очень хорошо у команды Ряди. Мне кажется, хватит урона даже убить Рошана. Сделали килл, убили Рошана. Стянулась вся команда. Есть минус броня у нас, кстати, у Винги. Есть станы. Также есть Хекс. Почему бы не попробовать? А потом уже выдвигаться, ломать все внешние товара. Ну, может быть, ждут какой-нибудь, не знаю. На корах, на корах, на корах. Так, пошла атака по ДК. ДК очень больно. Отличный Хекс, но невероятно плотный. Лагуна парит, залетает. Минус Леон. Не убили ДК. Но все сплы отдавят. Тут у нас ЯТОРа выдвигается. Хорошо. Есть арена. Раскастовал арену. Хорошо. Ну, Рыдук забрал арену. Нужно убивать ДК. ДК, 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 ДК. ДК умирает. Хорошо. Тут у нас ДБ. ДБ также отправляет. И ЯТОРа умирает. Отдает он стрик. 9-1-8. Рубик зарабатывает просто 800 золота. Как же это больно было. Отчего он вообще умер? Какая обидная смерть. Какая обидная смерть. Кстати, Аганим Диффуза имеет мифов. Все очень хорошо у него. По таймингам и вообще по игре, кстати, тоже. Убить его также становится сложно. Потому что есть Аганим. И он делает мега мифа. И это очень печально. Кстати, ребята. Если вы хотите увидеть мифа на этом канале. Напишите, пожалуйста, снизу. Что вы хотите мифа. И я вам все сделаю. Итак, резается у нас ЯТОРа и возвращается обратно фармить. Потому что понимает, что ему нужно БКБ. Без БКБ играть вообще не идет. И начинает фармить. 14 левел он пока имеет. Закачал все скиллпойнты. Но пока играет без талантов. 19 минуты игры. Пытается найти кого-то в лесу. Есть арена. Находит белку. Но это не самый лучший таргет. Хотелось бы найти какого-нибудь короба. Какого-нибудь ДК. Какого-нибудь мифа. Это было бы совсем замечательно. Остается рецепт ему только до БКБ. И выходит команда Радиант на Т2. Все вместе с Питером. Могли бы, кстати, Рошана пробовать забирать. Но пока не хотят. Нажимается глиф. Видят они одного героя в центре. Одного героя в боте. В принципе, почему бы и нет. Почему развернулись. Можно дальше добить это Т2. Есть диффуза. Есть молнии. Есть арена. Есть все. Есть торрент. Есть корабль. Находит даунбрекера. Можно, можно, можно пробовать нападать. Нажимает даже арену. Не жалеет нас, который хорошо через палку добивает даунбрекера. Отличная игра. Хорошо. Сделаю килл. Молодцы. Дальше садитесь на дерево. И в поисках кого-то снизу пошел у нас торрент. И корабль на ДК. ДК болят. Давайте посмотрим этот флайп. Отличная связка от белки. И начинают нас бить. Клинку. Ой-ой-ой-ой. Ларва. 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 Как-нибудь засыпи. Тут уже есть. У нас ятор. Ятор начинает бить ДБ. ДБ. Очень больно. И даунбрекер умирает. С байбэка. Просто. Нужно бивать этого мегамипа. Но мегамипа. Невероятно плотный. И разваливается. Яторая понимает, что у меня арена нету ничего. Его снимают. Его еще свет. Умирают. У нас Ларва. По-моему. Нет. Ларва. Выживает. И Ятору также отпускают. Почему ЛХП остается у мипа? Мипа нажимает смок и выдвигается. Но бросает мип основного. И также минус Ятора и минус Ларвел. Это Тим Вайп. Итоги боя. 4200. Вау. Даже байбэк. Это было все не зря. Как убить этого мипа? Вы только взгляните. Есть уже дисперсер. Ой-ой-ой. У ДК есть мэч слэр. Блинки. Почти скоро будет выход. Я не знаю. Это Яша скорее всего. Да я так понимаю. Да уже почти у него Яша. И почти будет Монта с Монтой. Потом уже будет Аганима с Аганимом. Этот герой будет просто невероятно сильным. А что у нас у Ларла? У Ларла Драгон Лайнс появился только. Но это слабо. Это мало. Нужно больше шмоток на урон. Не хватает урона по мипа. И кому-нибудь БКБ бы так же не мешало бы. Итак. На 15 левеле он закачался правый талант. БКБ. Все-таки нужно напарьнуть с БКБ. Играть с БКБ. Потому что без БКБ игры совсем не будет. Есть у нас дабл дамаж. Снизу дабл дамаж нужно обязательно забирать. Понимает об этом Я Тора. Хорошо забирает. Тут у нас есть Рубик. Но Рубика можно подать. Но тут и ДК, и ДК. Но не хочется воевать. Вообще не хочется с ними воевать. Отбегает. Летит к нему БКБ. А вот с БКБ уже можно в принципе. 16 левел так же апает. Возвращаемся к талантам. В 10 таланте он скачал левый талант. Так. Есть дабл дамаж. Возможно думает о Рошане. Кстати. Встягивается туда вся команда Рейзинг потихонечку. И Ларел заходит у нас на Рошана. Есть дабл дамаж. Есть арена. Есть все. Все ульты просто. Но это нужно реализовывать. Нужно. И так же есть еще БКБ. Ну пик формы просто. Далее хочет А под себе молнии. Быстро умирает у нас Рошан. Хорошо. Забираем Рошана и выдвигаемся дальше. По нижней линии забираем. Забираем товара. Ну нет. Стягиваются на топ. Нажимают смоки. Через телепорт летят. Хотят убить этого ДК. Хорошо. Заходит ему уже в спину. Глиффнер пошел. Нужно давать стан. ДК начинают бить. Давайте посмотрим. ДК начинает бить. Ну ДК невероятно плотный. Попробуйте убить этого героя. Невероятно много хп. Также невероятно много брони. Тут у нас арена ставится. На мипа и мипа убивают. Хорошо. Отличный килл у нас делают Ятора вместе со своими суппортами. Далее выдвигаются. Пытаются кого-то ставить. Но никого не ловят. И скорее всего будет выход на Т2 в центре. Хорошо. Камбэкают. Но тысячу ведет пока команда Дайр. Пытаются кого-то найти. Но пока никого не находит. Через прыжок. Курьера. Курьера было бы хорошо убить. Забирают Т2 в центре. И в принципе можно идти по боту. Находят там ДП. Сразу же летят туда. Хотят ее там оставить. Убивать. Нашли. Хорошо. Как бы дальше бы добраться бы. Станк. Как долго. Почему? Ждал может быть Ларла или что? Но он бы успевал бы. Грипплер бы в любом случае бы залетал бы. Как долго думал. Давать не давать. Ё-моё. Как грустно. Так. Летит он дальше в топ. Через телепорт. Нажимается смог. 4 смог. И хотят дальше кого-то найти. Хотят играть максимально широко в карте. 17 левел он имеет. Пока арена в 2 имеется. Нужно выходить. Нужно пытаться кого-то находить. Отключается опять у нас ДК. ДК этот. Со своими. Левами. Все портит. Так. Все. Он вернулся. Давайте проверим. Все хорошо. И заходят на т2 смок на смок. У нас сейчас скорее всего будет решаться в пайп за игру. Очень напряженно. Отлично. Просто стан. По всеми. Пайми подправляются в таверну. Отличная арена. Была заюзна. Также ДК. ДК возвращает обратно в арену. И это минус 2 в размен только на одного Леона. И ДБ. Также стоит АПК. И на этом все. И Ларл совершает даблкил. В этом замесе. Хорошо вырывается он на первое место. Ятора пока занимает. У нас четвертое. 12-2. 12 играет. Дальше бегает по лесу. Хочет поймать кого-то. Находит Белочку. Отличная палка. И Белка также отправляется в таверну. 4 в 1. Итоговый файт. Даже не потеряли АИГС. И 2900 золота они заработали за это замес. Апнул себе молнии. Уже несет их. И далее сносится бараки. Снесли они топ линию. Дальше можно снести мид. И либо уже сносить бараки. Давайте посмотрим что они будут делать. Возвращаются на центр. Хотят с Саевоби сыграть как можно больше. Сносят тавер. Нажимается глитц. Все таки хотят дефать. Дуарен еще пока 20. Сносят оранж барак. Или нет. Отбегают мид. Все рестаются. Понимаю что лучше отойти. Саевоби будет на всякий случай. Славить кого-нибудь. И уже начать убивать. Так. У нас тут нашли опять ДБ. ДБ очень больный. Прямо к Ятора в руки. Он выдвигается. И это минус. Очередной раз. Это просто вы только взгляните на его счет. Это что это вообще такое? Это как лайнер. 400 ранг. Какая же ужасная игра у него. Ятора вырывается у нас на второе место. По нетворцу. Далее хочет купить дезолятор. Но мне кажется это уже ребячество. Потому что хочет снести скорее всего. На всякий случай поставил Скадзе. И дальше дисперсер. Так пошла атака по миду. Но не подогирается. И на этом хорошо. Так можно зайти все команды. Просто-напросто по миду и сломать. Какие-то спутки кидаются у нас Фиаторо. Но понимаем что это все тщетно пошло. Находит у нас главного Мипа. Хорошо. Есть также Хекс. Нажимается арена. Есть Танат Леона. По всей. Просто по всему Мипа. Нажимается мимо Мипа. И начинается у нас файл. Очень плотный Мипа убирает у нас с Адамбрейка. Хорошо. Закапывается дальше Мипа. Убирается. Также еще Рубик. И это добавки уже. Для Ятора. И также Ларл добивает еще раз Мипа. Дальше у нас ДК. И игра скорее всего-то входит к своему логичному завершению. ДК также отправляется в таверну. Ларл делает даблкил. Теряет он Аегис. Пытается Ятора. Пытается кого-то найти. Но не находит. Пресс-бэнд можно продать. И все-таки не хватает. Немножко у нас до дизелятора пока. Сносит уже Т4. Есть дизелятор. Добрался дизелятор. И доносит у нас трон. Хорошая игра получилась. Отличная игра у нас от Ятора. 16-2-14 он отыграл. И также от Ларла 9-2-12. Не самый, конечно, лучший мид у него был. Но по игре он отыграл очень хорошо. И также саппорт от играли просто невероятную тукатку. Итак, ребята, всем спасибо за просмотр. Всем пока.